Некоторые картины попали в пожар, некоторые совсем испортились, по некоторым поливали. Все говорили, что она курит, она курит, но она курила папироса, папироса не горит. Если её не постоянно, она говорила, что беломор не любит разговор. А вот сама Эльфрида Новицкая разговоры любила очень. Поболтать с ней приходили друзья, соседи, случайные люди и даже работники вытрезвителя, источником многих её бед. Именно из-за него в её доме рядом часто всего и случались пожары, за которые корили её на пару с папиросами. Однако однажды один из собеседников признался. С каким-то мальчиком она разговорилась, и он рассказывал ей что-то. Первый раз он поджёг её, потому что он думал, что это вытрезвитель, а с ним там несправедливо обошлись, и он решил отомстить таким образом. Видимо, не он один так мстил закону. Дом на Симашко поджигали много раз, и главными пострадавшими были книги и картины. Кстати, всё, что было в её доме, она приносила с так называемых плантаций. Новицкую так и прозвали – богиня плантаций. Эльфрида Павловна считала, что в этой жизни нет смысла что-то покупать, когда вокруг разрастается столько прекрасных плантаций, а точнее говоря, мусорок, где можно найти не только еду, но ещё и одежду, книги и старые пластинки. Всё это она раскладывала по стопочкам и сдавала за деньги. Так и зарабатывала на жизнь. Картины продавать не умела. Либо дарила, либо оставляла в своей коллекции. Рисовать стало случайно. В гости зашёл друг сына, который учился на худографии, и попросил помочь сдать хвосты, а именно попозировать для зачётной работы. Нарисовал и оставил всё своё богатство. Счастливый студент сдал, зачёт получил. Какие там этюдники, тем более у хорошего человека оставил. Дня через четыре прибегаю, красок нет, но уже появились какие-то работы. Я говорю, о, Ангель, да я тут попробовала, мне понравилось, попробовала, понравилось. Ну и вот испортил женщину. Была поэт, стала художник. Человек улавливал какую-то такую ноту в этих изображениях, в этих моделях, понимаете. Она от своего почти ничего не добавляла. Вот. Она рисовала, как могла и как хотела, и вообще очень в свободной манере. Жаль, что я не знала лично её. Не тронутая художественными школами, начиная с 1978-го и до конца жизни в 2012-м, она рисовала на всём, будь то фанера или холст, во всех стилях и любыми красками. Все её герои – те, кто заходил пообщаться. Единожды или частенько – ей было неважно. Алена Авчарова, Андрей Дорошев, Дмитрий Никулин, РЕН-ТВ, Ростов.